Сегодня веду трансляцию, то есть видеозапись с реки Райн, что в Нотранвисфальн, Северное Рейнвисфалье, Германии. Да, посмотрите сколько много джесски, вообще какое движение здесь. Вот там еще запаркованный сколько стоит. Да, ребята отдыхают. Ух ты, вот тот мощный. Я почему включил камеру? Вот тот вот, смотрите на него. Такой черно-оранжевый, который сзади. Ну нет, они прямо там выкрутасы такие делают. Да, вообще немножко покажу вам, когда буду выходить отсюда, насколько заполнены парковки. Хотя это на самом деле не парковки. Парковаться здесь нельзя. Вот смотрите на байдарочки плывут. Вот, посмотри, сейчас в нашу сторону идет. Да, заглушил он. Да, очень насыщенно. Очень насыщенно сегодня. Праздник у нас в Германии. Цинкст-Монтак. Два праздника. Вчера воскресенье был. И сегодня. В понедельник. Два дня праздника. Температура, я не знаю, что-то в районе 28-30 градусов. Очень тепло на улице. Да, чтобы вот так плавать здесь, на таких джетских, на лодках, нужно иметь специальное удостоверение. Вот с нами парень находится. Сейчас мы там, вот здесь. У него есть такие права, удостоверения. Есть два типа. То есть, Бинен и Зе. Фюррошайн или как его назвать. То есть, где вы можете ездить по речкам, по озерам и в открытом море. То есть, на две категории они разделяются. Да, и вот здесь, посмотрите, какие-то знаки стоят. Я не знаю, что они значат. Но вот человек на лыжах. Там обозначен. Там написано. Ну, Рехте Штрандзайты. То есть, только по правой стороне пляжа или берега. И такие огромные массы электропередач. Посмотрите. Да, видите, в Америке протесты, волнение, беспредел. В Германии карантин, так же, как и в США. Но все дело идет на спад. И вот люди уже вот такими массами выходят. Но вот эту вот дистанцию полтора метра никто не отменял. И вроде бы как до десяти человек можно в компании собираться. Да, на той стороне находится город Бон. Вот там город Бон. Кстати, здесь мы были буквально пару дней назад. Здесь нельзя жить, сжечь костры. Нам это пресекли дело, когда мы были совсем недавно здесь. Вот посмотрите, еще остался костер. Ну, я, конечно, там видео записывал. Вот этот вот костерчик нам пришлось затушить. Здесь ребята грилили, жарили мяско. Все это пришлось прекратить. Иначе получили бы штраф 500 евро. Ну, а в этом месте я решил звук выключить. Потому что ребята были очень недовольны появлением Орнуксанта. Вот это вот костер. Видите, вот эта бутылка воды моя была. Я спонтанно взял ее и начал тушить костер. Хотя не додумался. Надо было просто взять пустую бутылку и набрать воды из речки. Потушить его. Да, предупредили нас. 500 евро. Пригрозили. То есть в следующий раз. Это пока было устное предупреждение. Чему ребята были очень недовольны. Так как еду, которую они принесли с собой, посмотрите. Они не смогли ее до конца пожарить. И об этом полицейском катере еще сегодня пойдет речь. Вот он сейчас проплывает. И волна пошла, посмотрите. Да, я бы немножко, может быть, стримался или постоянно оглядывался. Если бы вот так было, как вот эти люди. И сзади меня слышал гул вот этих джетские. Да, и плюс к тому баржи. Ходят. И также пассажирские. А, не знаю, пассажирских, наверное, сейчас нет. У нас же карантин. Обычно теплоходики такие, речные ходят. Да, единственный пляж, посмотрите, вот такой каменный. И вообще на данный момент вот это все мутится, вода, да, поднимается. И вот этот вот запах, вот это вот, я не знаю, как это называть, запах чего. Этой мути, этих водорослей или чего. Да, здесь, вот там кто-то на лыжах плывет. Ну, они, наверное, только приплыли. Вот, подпрыгивает. Они с обратной стороны просто плыли. Да, вот сейчас он ушел в воду. Вот там, на водных лыжах. Да, жаль, что не с этой стороны они были. Да, в общем, хотел я вам показать, что творится у нас во время карантина. А то, что творится на улице, я вам покажу попозже. Это просто нереальное количество велосипедистов, людей, направляющихся в какие-то парки, на речки, на пикники и так далее. Да, по дороге сюда просто это очень бросалось в глаза. И если вдруг батарейка мне не сядет, я вам еще покажу. Когда поеду отсюда, буквально вот, я не знаю, совсем скоро я поеду домой. С ребятами немножко посижу, пообщаюсь и покажу вам, как выглядит. И как вот там выглядит, вот там, как выглядит в том месте, где нельзя парковаться, а люди все равно паркуются. Ну а вот и тот катер, о котором я говорил, полицейский, который здесь патрулирует, следит за обстановкой. То есть они наблюдают, что же происходит здесь на пляжах, за скоплением людей. Вот смотрите, вот там, что на берегу творится. Там вообще такой зонтик, грибок поставили. И столики, и лавочки. Я не знаю, сколько там на одном месте людей, но я там проходил. Оттуда мы, кстати, пришли. Да, и вот этот полицейский катер наблюдает за происходящим. Вот смотрите, катер задержался немного. Вот это один из полицейских, давайте сейчас приближу. Он смотрит в бинокль. Смотрите, он забрался наверх. Смотрит в бинокль и наблюдает вот за этой ситуацией. Посмотрите, сколько там народу. Это просто чересчур скопления народу. Посмотрим, что будет. Ну, как правило, они просто сообщают это дело все дальше. По, я не знаю, по телефону. И потом сюда надвигаются либо Ординг Санд, либо полиция, которая на земле действует. И решают эту проблему. То есть, как я и сказал, до 10 человек можно. Но там просто очень много народу на одном месте. Ребята, посмотрите, я тут заметил. Смотрите, какое полотенце прикольное. Пляжное. Водка. Я вообще слово водка увидел сначала. Потом смотрю, водка, клап. А оказывается, водка еще... Как правильно? Горелка? А вот это, горелка, это на каком? На болгарском? Белорусском. А, смотри, водка. Водка. Горелка. Самогонь. Самогончик. Булгарец. Мне кажется, болгарский тоже есть. Водка. Не, огонь. Полотенце огонь. Ладно. В общем, давайте посмотрим, как ребят пойдут купаться. Первый заход за сегодня. Никита, покажи камеру. Вот, смотрите, GoPro 7, да? Пойдет под воду. И если ты так будешь любезен, там, 5 секунд мне... Да что там вообще под водой творится, покажешь, да? Давай. Что там, водоросли вообще есть, нет? Рыбу, рыбу главное. Так, вода. Смотрите, видите, течение как уносит? Понесло тебя, видишь? Видите? Смотрите, как его отнесло уже. Не, против течения бесполезно. Никита, ныряй уже! Надо было с веревочкой, знаешь, к руке. Ну, смотри, вот здесь они зашли. Вот. И вот так их уже унесло. Ну, по глубине, видите, вот Никита, наверное, метр, метр восемь с чем-то. Ему там по грудь. Виталя, давай на тот берег и обратно. Это, знаете, у спортсменов для тренировок есть такие туннели, где они на месте плывут. Ну, искусственные, я имею в виду, в помещении. Это вот что-то подобное. Ты что, не потерял? Потерял? Так ныряй! Ни хрена себе! Сколько стоило? А где ты уронил? Вот здесь или вот здесь? Так ныряй! По дну руками! Не-не-не! Ныряй, ныряй! По дну руками поводи! Поводи руками! Ты что, столько бабла! Видеоматериала сколько? Руками по дну ерзайте! Прикиньте, GoPro седьмую потеряли. Это потому что крепление китайское, наверное. Капец! Вот это обидно, конечно. Камеру потерять. Да нет, ты это, поищи, поищи! Не пожалеешь! Потерял камеру, обалдеть! Да хоть бы ее к берегу принесло, но не принесет из-за камней. Обалдеть! Да! Что, мне нырнуть? Давай! За пятихатку! Да она по-любому в радиусе что-то 4-5 метров! Ну да, конечно, она снимает! Ну да, конечно, она снимает! Но ее найти нужно! Ну что мне остается сделать? Поздравить хозяина с потерей камеры? Не углядел, да? Это, наверное, китайское крепление! Вот в чем проблема, да? Вот так вот, по дешевке берем! Смотри! Вы уже, смотри, как далеко отплыли! Вы вот здесь стояли! Вот, смотрите! Даже от этого держателя уже сколько осталось тут! Да у меня такой же был, смотрите! Все, тушкень! Все, улетел! Вот с этого места она вырвалась! И все, и до свидания! Да, 500 евро! 500 евро! Улетели просто под воду! Тонули! Очередной заход в воду! Но теперь уже моржи побольше! Как вода, никто не сказал! Температура воды, ребята! Холодная! Ништяк показывает! Да, вот тут, видите, удочки появились рыбачить люди! А вот и первый теплоходик! Вообще-то я не думал, что они плавают! Ну, как видите, на борту даже есть гости! Особенно вот там на задней части, на палубе! Видать, расставлены столики! Ну, это такой, знаете, туристический! Для туристов! Кораблик мы на таком тоже плавали, как-то в Кёльне! Но это, видать, или скорее всего, либо Кёльн-Бонн, либо Кёльн-Коблинц! Рейс у него был! Может быть, из Дюссельдорфа? Нет, Кёль написано! Кёльн-Дюссельдорфа! Поэтому называется К.Д. Рейлерай! Теперь начинает отсвечивать! У нас дело идёт к вечеру, поэтому, смотрите, машин меньше! Когда мы сюда приезжали днём, здесь было просто справа-слева просто всё заставлено! Но здесь могут парковаться только у тебя автомобили, которые привозят с собой либо джетские, либо лодки! У них для этого должно быть специальное разрешение! Да, и мне поэтому придётся сейчас на машине достаточно ещё прилично топать! Да, вот здесь такая дамба есть! Сейчас её покажу, подойду ближе! Вот только за ней, до того знака, сейчас я вам тоже покажу, можно парковаться! Да, ну вот здесь, когда мы приезжали, здесь было всё заполнено! То есть справа-слева везде автомобили стояли! Да, делалось, сколько у нас, что-то в районе полседьмого! И люди уже потихонечку начинают уезжать! Уезжать! Это, кстати, здесь на Туршутске, называется по-немецки, ну, приравнится к заповеднику! Посмотрите, сколько велосипедистов! Так практически везде! То есть, ну, я думаю, сегодня по всей Германии одно и то же зрелище! И вот эта вот дамба, которая защищает вот этот городок, который называется Райт, или Нидеркассельрайт, от того, чтобы... от наводнения! Да, вот этот он идёт вдоль всего города! И туда, до самого Кёльна! Там у нас Кёльн находится, а с той стороны у нас находится Бонн! Ну, Бонн, опять же, он на двух сторонах Райна! Да, и вот до этого знака, давайте покажу вам! Вот здесь всё друг по-немецки понимает! Только вот этим людям, у которых есть разрешение, кому это относится, только те могут там парковаться! Вот там вот, ниже, посмотрите! А я запарковался уже вот на этой аллее! Здесь автомобиль и мотоцикл нельзя! Только велосипедом пешеходом! И то, я думаю, не знаю! Пешеходного знака я не вижу! Это велосипедная дорожка! Вот там стоит не мой, а автомобиль, мой брат!